Ну, на Западе нет альтернативной информации. То, что выдали, то люди прочитали, западные читатели, и вот пусть радуются, что у них такая свобода слова, благодаря которой можно узнавать только фейковую информацию. Я с тревогой наблюдал за вот этой абсолютно безответственной террористической деятельностью киевского режима, а поскольку обстреливали в том числе и высокоточными ракетами, которыми управляют американцы. Проражает своей, конечно, безответственностью, полной аморальностью по отношению к своим собственным жителям. Ну, и характер, безусловно, относящийся к террористическим актам. Вот это давным-давно следовало признать. Николай Янович, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что нашли время побеседовать с нами. И если вы не против, беседу начать хотелось бы с такой темы, как подрыв Каховской ГЭС. То есть до сих пор поступают сообщения о гибели людей в результате вот этого подрыва, но это все, скажем так, сиюминутные, пусть и трагические последствия. А в долгосрочной перспективе, каким последствиям, например, для того, что сельского хозяйства региона может привести подрыв вот этой вот гидроэлектростанции? Как вы считаете? Ну, я бы не стал использовать термин «подрыв», который, к большому сожалению, так очень широко распространился. А системное разрушение этого гидроузла путем систематических обстрелов ракетных, артиллерийских. Ну, начиная с октября прошлого года, значит, вот обстрелы были практически ежедневными, и станция систематически разрушалась. Разрушалось тело плотины, значит, верхние ее элементы, такие как пропуск воды, затворы так называемые, разрушался машинный зал. И, соответственно, наступил тот момент критический, когда уже степень разрушения привело к тому, что вода прорвала и разрушил, по сути дела, значит, скажем, машинный зал, плотину со створками, с пропуском воды. Вот. Ну и осталась неповрежденная, естественно, грунтовая часть плотины. Она большая, там где-то порядка 4 километров. Вот. Разрушения произошли, ну, относительно, значит, на меньшей территории. Вот. Поэтому это вот, если говорить о квалификации этого дела, вот. И мы с тревогой наблюдали. А я эту станцию хорошо знаю, потому что мы ее, начиная с 2011 по 2013 год, модернизировали, модернизировали турбинные залы. Прошла реконструкция станции подъема на Северокрымском канале, которая берет начало чуть выше по берегу. Значит, эти сооружения были реконструированы, увеличена пропускная мощность Северокрымского канала. Поэтому мне эта станция хорошо знакома. Я с тревогой наблюдал за вот этой абсолютно безответственной террористической деятельностью киевского режима. А поскольку обстреливали в том числе и высокоточными ракетами, которыми управляют американцы, значит, естественно, вся эта деятельность поощрялась и вот с западными кураторами Украины. Теперь, что касается вашего вопроса. Ну, переоценивать или недооценивать, значит, степень вот этой катастрофы очень трудно, потому что абсолютно очевидно, что вот все затопленные сейчас сельскохозяйственные угодья, а их более 500 тысяч гектар, это очень приличный объем, точнее, не объем, а площадь очень приличная. Это уже мы никакого урожая в этом году, естественно, не получим. Второе. Ну, Северокрымский канал у вас, естественно, обезвожен в значительной своей степени, и, соответственно, это тоже влияние на сельскохозяйство Юго-Херсонской области и самой Республики Крым с северных ее территорий. Ну, не только Северокрым, практически Северокрымский канал охватывает там половину Крыма, фактически. Все степные, так сказать, территории, он, кто не знает, это громадное сооружение, не только сам канал, но еще и отвутление от этого канала, трубопроводы различные, там, где-то 11 тысяч километров. Всего протяженность всех водоснабжающих каналов. Так что сельское хозяйство, конечно, понесет значительный исчерп, и вот не только сельское хозяйство. Канал же используется как... Каналы Каховской водохранилища используются как значительный объем воды, снабжающей крупные города, и не только крупные города. Вот вся практически территория, прилегающая к Каналу и к Северокрымскому, и к Каховскому водохранилищу, это все источник был воды для промышленных предприятий, вот таких крупных промышленных предприятий, которые находятся, например, в Кривом Роге. Ну, и другие города, мы бы их много назвать. Поэтому отношение вот киевского режима к разрушению вот этой вот станции, гидроузла вот этого, это был шестой, всего на Днепре находится порядка шести гидроузлов. Верхний Днепровес, а это завершающий. Вот, поражает своей, конечно, безответственностью, полной аморальностью по отношению к своим собственным жителям. Ну, и характер носит, безусловно, относящийся к террористическим актам. Вот это давным-давно следует признать. Кстати говоря, да, я слышал такую информацию, что потоки воды, которые идут из этого Каховского водохранилища, они могут содержать опасные для здоровья людей химикаты и токсины, в том числе. Ну, конечно, как вы сами понимаете, никто специально эти токсины, так сказать, не запускал эту воду. Но в течение десятилетий эксплуатации промышленные стоки из таких крупнейших городов, в которых находится промышленность, связанная в том числе с вредными процессами, Конечно, безусловно, в вывовых отложениях, в вывовых отложениях, конечно, в донных отложениях, конечно, безусловно, содержится целая, так сказать, таблица Менделеева. И, безусловно, вот такая вот, значит, такая катастрофа приведет к большому загрязнению вот этой вот территории. Ну, что тут можно сказать? Совершен вот этот акт, теперь, значит, надо заниматься тем, чтобы ликвидировать его последствия. А ликвидировать последствия возможно только в одном случае – прекращение военных действий и серьезная, большая очень работа по восстановлению. Восстанавливать это сам придется, потому что это комплексная система ядроузлов на Днепре – это комплексная система. Нельзя один узел вырвать и сказать, что ничего страшного там будем, потому что эта система обеспечивает, во-первых, судоходство по Днепру через шлюзовую систему, вот, и, так сказать, являлась таким транспортным путем для перевозки грузов. В советское время это вообще была крайне напряженная, значит, судоходная артерия в Советском Союзе. После этого, конечно, было запущено все это дело, но, тем не менее, все равно мы начали восстанавливать речное хозяйство на Днепре. Соответственно, занимались чисткой фарватеров. И вот в этой системе, конечно, Каховская ГЭС, как и другие, являются важным элементом удовлетворения судоходства. Вот вы в начале нашей беседы упомянули, что удары по Каховской ГЭС, они действительно были систематическими и наносились в том числе с использованием американских высокоточных ракет. Но, что интересно, на Западе практически сразу от этой атаки, от этого теракта открестились и приложили ответственность на Россию. Якобы россиянам самим было выгодно взрывать эту Каховскую ГЭС. Это тоже, по-моему, очень странная реакция. Понимаете, как обычно, фейк, что Россия подорвала. Потому что для Российской Федерации, в состав которой сейчас входит Крым, для Крыма Северокрымский канал – это очень большая проблема. То есть не работая его, очень большая проблема. Это, вот я такую цифру назову, значит, в 2013 году мы по Северокрымскому каналу, после реконструкции, прокачали 1 миллиард 600 миллионов тонн воды. Вот можете представить, какой объем воды шел. И Северокрымский канал закрывал потребности не только, значит, земель орошения, которых там было значительное количество. Мы рассчитывали выращивать, кстати, рис. Там была приятная почва, если бы вода была. Но и Северокрымский канал снабжал промышленные предприятия, химии, которые находятся на севере Крыма. Такие, как Титан, например, и так далее. Поэтому сейчас как раз для России появились очень сильные, или восстановились сейчас очень большие проблемы по водоснабжению Крыма. Надо заметить, после того, как канал заработал, Крым задышал. Были заполнены многие водохранилища. И вот сейчас, судя по информации оттуда, значит, мы года надвоем воды, запасенные водохранилища, хватит. Ну что такое два года для работы, так сказать, народного хозяйства? Поэтому никто же не планирует свою, так сказать, жизнь на два года. Планирует назначить на большие промежутки времени. Поэтому те фейки, которые распускаются на Западе, они являются абсолютно уживыми, не имеющие ничего общего с действительностью. Потому что правый берег, Днепр, как раз высокий, поэтому крымский режим не получил никаких особенных проблем в связи с разрушением плотины. А вот левый берег, низинный, как раз привел к затоплению громадного количества населенных пунктов, в число которых ходят и города. Пришлось проводить эвакуацию жителей. Кстати, эвакуация проводилась тоже под обстрелами, беспрерывными. Поэтому трудно комментировать вот такую ложь, высосанную из пальца. Но на Западе нет альтернативной информации. То, что выдали, то люди прочитали, западные читатели. И вот пусть радуются, что у них такая свобода слова, благодаря которой можно узнавать только фейковую информацию. Сегодня Александр Лукашенко, общаясь с журналистами и комментируя вот этот суд над Дональдом Трампом, сказал, что это такой показательный пример американской демократии, которая не так любит хвастаться. И говорить о том, что в Беларуси якобы диктатура, а у нас тут, смотрите, свобода слова, демократия, свобода выбора. И все в таком духе. Да нет, нам только вот последние, скажем, годы, когда мы реально столкнулись с тем, как искажается информация в западных СМИ. И мы видим это целенаправленное искажение информации. А до этого мы наивно полагали, что там существует свобода слова, журналистики. Слушайте, ну все крупные СМИ принадлежат определенным олигархам, таким, как, например, Мэрдок. И вот сейчас, например, известный, значит, тележурналист, который работал на канале, значит, в Соединенных Штатах Америки, мы просто взяли и уволили. Такер Карлсон вы имеете в виду, да? Да, да, такер Карлсон, да. Значит, человек, которого просмотр достигали, там, 40 миллионов, значит, в сутки, 40 миллионов. Он взяли и закрыли. Он открыл свой канал в Твиттере, ему запретили. Вот вам вся свобода. Так что мы, так сказать, к сожалению, в большом очень слабо себя представляли, что на самом деле, хотя мне рассказывали, кстати, ведущие журналисты, там, немецких изданий, английских изданий, ну вот я скажу уж про немецкие издания, что раз там в неделю их собирают в ведомстве федерального канцлера, и там какой-то клерк им, так сказать, дает, что надо на этой неделе освещать так, освещать не так, что вообще не освещать. Вот. И это все нормально воспринимается. А у нас, я помню, когда-то еще завелись такое понятие, как темники. Это из администрации президента, исходя из его средств массовой информации, такой листочек с рекомендацией. Вот об этом событии ничего не говорили. Об этом событии, значит, как-то там освещать положительно, а это событие освещать негативно. У нас это быстро было разрушено, потому что все-таки большое количество альтернативных средств массовой информации, и у нас эти темники не прижились. А вот оказывается, что темники у нас появились не случайно, они появились и были скопированы с работы средств западных стран. И там они на самом деле очень живучие, просто они не оформляются в виде какого-то документа. Ну вот, собирают людей, так сказать, беседуют с ними, рассказывают, ну попробуй ты пойди против мейнстрима. Вот, и вот сейчас, скажем, в Германии в связи с резкой критикой, значит, правящей социал-демократической партией, даже в Бундестаге возник вопрос, а не запретит ли нам партия альтернатива для Германии, которая стала там практически второе место, стала популярностью занимать. Так что все это насчет свободы слова, это совершенно Александр Григорьевич правильно сказал, это болтовня, пустые разговоры для дураков, которые почему-то еще верят. Ну, кстати говоря, вот когда вы говорили об этих людях, которые спускают те или иные указки, например, об этом говорим, об этом не говорим, тут тоже интересная ситуация получается, потому что они иногда сами не могут разобраться, о чем говорить, о чем не говорить, если взять ту же ситуацию, вот с тем же контрнаступом, одни и те же СМИ, они по сути то писали, что он уже начался, то писали, что он вот-вот начнется, то писали, что он еще не начинался и так далее. То есть информацию подавали очень противоречивую, так что тоже очень странная ситуация. Да, ну, давайте мы не будем, так сказать, тратить на это время. Ясно, что никакой свободы слова нет. Ее никогда не было. Ни в какие времена. Просто были времена, когда они действовали более изощренно, тогда, когда у них был конкурент в виде Советского Союза. А теперь, когда у них крупного конкурента, такого, как Советский Союз, значит, не стало, то они перестали считаться со всеми нормами. Но это, кстати, не только в области средств. Масса информации проявляется, но и в области наступления на социальные права людей. Наш ПК существовал Советский Союз, они пытались делать что-то, так сказать, более альтернативное, более интересное для людей. Как только Советского Союза не стало, так сказать, и необходимости не стало на кого-то равняться, они стали проводить свои нормы. Вот посмотрите по Украине. Все социальные права людей, труда были уничтожены. Были отменены кодекс законов о труде, например, на Украине. Да, теперь работодатель может уволить своего, так сказать, сотрудника или своего работника, когда захочет. Просто сказать ему, пошел он, и все дела. И никто его не восстановит. Ты попробуй в советское время увольнен работника. Там на его защиту встанет профсоюз, без согласия которого уволить было невозможно. Трудовой коллектив, суд и так далее, и так далее. Были строго перечислены в законодательстве причины, по которым можно было кого-то уволить. Но это было целое дело, а сам работал руководителем. Я знаю, что я говорю. А сейчас свелось к тому, скажем, переработки. Ну попробуй ты кого-то раньше в советское время заставь переработать. Ты должен был в двойном размере это оплачивать, с его собственного согласия. А сейчас для нас стало нормой, когда человек работает и по 10, и по 12, и по 14 часов. И без отпусков, и без выходных, и без всего. Особенно если взять защиту прав так называемых мигрантов, которые там на птичьих правах где-то работают. Так что, как говорится, то, что нам иногда рассказывали, то, чему мы не верили, но я имею в виду, в советское время считали, что это пропаганда. Все это казалось не пропагандой, а на самом деле так оно и было. После разрушения Советского Союза, тут, как известно, хочешь работать, хочешь не работать. Если хочешь зарабатывать больше, работай больше. И по 14 часов, и по 16, и по 18. Но вот что интересно, при всем при этом, Беларусь обвиняет в том, что у нас тут якобы нарушаются права трудящихся. В той же Международной Организации Труда, хотя, опять же, им ли об этом говорить? Это не им говорить, потому что я бывал в Беларуси, я не один раз бывал на предприятиях белорусских. И меня приятно радовало то, что там высокая культура, во-первых, технология, защита и охрана труда на высоком уровне. И я, конечно, небольшой специалист с точки зрения защиты социальных прав в Беларуси, об этом мне не надо было поговорить. Но, судя по тому, как организован труд на белорусских предприятиях, я могу сказать, что он находится на уровне ничуть не ниже, чем в любых высокотехнологичных западных предприятиях, на которых мне тоже приходилось бывать. Так что есть что с чем сравнивать, и поэтому можно говорить объективно. Так вот, про этот контрнаступ украинский, пресловутый, тему которого они педалировали, я не знаю, наверное, полгода, если не больше. Он уже вроде как начался, и Владимир Путин это подтвердил, то есть он сказал, что да, контрнаступление действительно началось. И Зеленский вроде как сказал, что да, мы переходим в активное наступление, но что-то пока ожидаемых успехов оно не приносит, по-моему. Ну, то есть картинки с горящими леопардами и Брэдли в интернете, ну, видели, наверное, все. И тут мне интересно, как так получается? Это они сами завысили ожидания от этого контрнаступа? Ну, вы знаете, я не военный специалист, мне трудно отсудить и оценивать то, что сейчас происходит. Могу сказать только одно, что, наверное, что-то началось, но основные резервы, основные, так сказать, силы пока еще в действия не вступили. Это можно видеть, исходя из тех вот сводок, которые, так сказать, мы ежедневно можем читать. Вот. Я думаю, что основные события еще впереди. И связано-то все равно это будет с чем? С кровопролитием значительным, потери, так сказать, и разрушением, так сказать, нашей территории. И, конечно, это все трагические события. Что ж, спасибо вам большое за эту беседу, за то, что уделили время и ответили на вопросы развернуто. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова